автовоз приехал ура почти все уже машины разгрузили автовоз ехал четыре дня примерно получается спасибо подписчикам которые каждый полдня скидывали местоположение автовоза с фотками вообще с описанием полным что все в порядке это реально круто было леса вообще в ноль сдулась задние автовоз разгружен машина собрана вымыта приезжал сейчас стас отдал мне мои серка и вот эти которые брал на выставку самый прикол что на выставке у него был 110 марк коричневый а сейчас у него сотый марк а до этого у него был чейзер крутой марк только что показывал на джейзете на сингл турбо типа 470 сил давай богам очень аккуратно сделан прям хорошее приобретение тот марка 110 коричневый у него купили прямо на выставке подошел парень очень захотел эту машину поэтому они сошлись колесо нещадно сдувается поэтому хоть и резина почти свежая там дрифтил то всего ничего на самом деле сейчас одену два свежих колеса прям новых а эту резину оставлю на тренировке там какие-нибудь и так далее и получается что у меня опять не будет резины потому что на автодром на которой я еду завтра я возьму с собой ту резину которая у меня на роте и ту резину которая сейчас мне привез стас который у меня были еще с того года прикол в том что все манометры врут вот этот вот китайский показывает 3 атмосферы беркут который не совсем дешевый показывает 35 у ребят шинки показывает 2 и 5 а я как раз все хотел найти 3 манометр чтобы сверить кто из них показывает неправильно вечер сегодня воскресенье мы едем с суши сейчас за биржу и так как поступает очень много вопросов от людей которые мне пишут где находится биржа видимо люди приезжают других городов или даже из питера не знают где они очень просто объясняю это стрелка васильевского острова спускаетесь с дворцового моста видите растральные колонны и напротив них прям здание биржи все просто а за самим зданием сама сходка чаще всего по воскресенье очень много машин но также в любое другое время там в субботу в четверг тоже можно встретить какие-нибудь сходки каких-нибудь автоклубов и так далее я думаю в любом городе есть какое-то место где просто съезжается народ не знаю там пообщаться потусоваться покурить кальян и так далее биржи это такое питерское место основные тусовки это воскресенье конечно народу достаточно давно не было репортажей с биржи что тут происходит тут на самом деле все так же с недавнего времени опять все начали тут собираться вроде как не гоняют смотрите 81 марк который уже показывал как-то в гаражах выбрались чуть-чуть покататься тут небольшой компании мы приехали как обычно этот кружочек на самом деле после сочи тут вообще реально скучно что-то так было скучно но сейчас еще скучнее но зато тусовка большая довольно с нами марк потом еще супра слива еще один марк и еще один марк все вроде гоняют народ собрался посмотреть даже дорогу перекрывает а вот так все и и и и и и Камеру тебе дать? То, что я не успел показать в гараже, тут один GZ на сингл турбо, 30 гард, 700 какие-то форсунки, тут шуба, тут все прикольно стоит. Камеру тебе дать? 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 Снимаешь, если он будет отставать, то снимай, как он отстает. Если он не будет отставать, то снимай, как он не отстает. Не снимай. Это драк с альтезой, автомат, один GZ. Вы VTI? Да. В VTI. Но мы с небольшого наката. Погнали! Один GZ, там вроде стоковый у него. Не знаю, бустап, не бустап, вроде даже не бустап. Ты что думаешь, Ксюр? Ну, такой. Все, скучились немножко. Соскучились уже по этим движухам, потому что в Сочи-то, конечно, было круто вообще. Реальный отдых, плюс еще с тачкой, но в Питере тоже хорошо, понимаешь. Особенно вот в такие теплые ночи неплохо. Было бы еще где кататься. На автодроме покатаешься. Как вы поняли уже, я приехал на автодром. Сегодня организована опять открытая тренировка. То есть все скидываются по две тысячи и катают четыре часа. Сейчас четыре часа дня, уже народ вовсю катается. Сейчас тоже поеду. Итак, мы тут договариваемся, кто будет первый. Здесь разгоняешься где-то до 110, ставишься и газ в пол жмешь. В пол, в пол, перекладка. Тоже в пол, главное не отпускать газ. Здесь отпускаешь газ, переключаешься на вторую и входишь в змейку. Здесь также просто перекладка, уже держишься за оппонентом. И здесь максимально приближаешься к нему уже в конце. Вот, в принципе, вся траектория. На самом деле все четко в этот раз, с маршалами. То есть три маршала есть. Вот, например, сейчас показывали красный фланг. Привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Это же Эбэха Эдгара, да? Она была в Сочи. А что ты переднее расширение снял? Потому что тут вайсфаб он не поднял. А ты вайсфаб поставил, да? Что, нравится, как управляется? Кайф. Смило на самом деле получше управление. Да? Здесь тяга мне нравится. Тут что-то надо между третьей и четвертой. Третья в отсечке, и меня вовнутрь сталкивает. Я понимаю, да. Четвертое, я не могу нормально работать с сцеплением, если что. То есть у нее нету запаса вот этого, чтобы она раз и подолбанула. То есть четвертой надо или газ и болт четвертой, или на третьей ты можешь играться. Ну да, да, да. Надо у Тоши замерить скорость с ходом. Интересно. Сколько было? 110? 111 у нас максимум. 111,6. Что-то так нормально. Ну давай вторым. Тебя не разворачивает? Тебя не разворачивает? 111,6. Тебя не разворачивает? vel fique застет quede. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А у него машина начала ехать назад, и это было супернелепо. Мне надо было просто уезжать в другую сторону. Не сообразил. Загнулся диск, крыло, фара, капот, усилитель. так еще и теншин разломала вот здесь вот он треснут также загнулся нижний рычаг то серёг я надеюсь без обид да нет это мы виноват сейчас колесо принес серкой она поуже и привез простав где сейчас поставлю и не будет задевать вот кривой рычаг плюс еще надеюсь что стойку не загнула непонятно тут это колесо оказывается еще с большим вылетом поэтому она вообще убирать стойку сейчас поставим маленькую проставочку вот вроде должно быть получше еще проверим загрузился в багажник колесо не шоркает сейчас доедут дать сейчас доедут их сейчас доедут этих парка на самом деле чёт даже заикаться на счет на руле вот так вот скривился сейчас еду прямо все начинают разъезжаться я чуть-чуть так под собрал машину сейчас поставил задний бампер сказать что расстроен но да чуть-чуть расстроен конечно же но ничего все чиниться все лечится все-таки повезу машину сначала кириллу rockstation он выяснил из меня телек так чтобы это было максимально хорошо и круто надо поменять рычаг нижний его купить надо будет от sky у меня стоит рычаг и тенши надо будет купить самое забавное что именно в этой серии я хотел вам порекомендовать сервис эвакуаторов и я думал вот бы показать на примере его например вызвать и вот как раз этот случай мне сейчас нужен эвакуатор потому что нижний рычаг загнут и тенши лопнул то есть машина сама очень с трудом передвигается на ней реально опасно ехать плюс колесо ушло в арку она даже не поворачивает и как раз самое время посоветовать вам сервис для эвакуаторов кар такси называется это приложение в телефоне вот она вот так выглядит я недавно в нем зарегался уже искал себе у катор навыка фести тогда тоже ездил кстати по этому приложению потому что увидел у другого блогера поэтому в нем достаточно зарегистрироваться а он показывает местоположение ваше вводим куда отвезти набережная реки смоленки показывается сразу стоимость эвакуатора и примерно через сколько будет водитель через 11 минут может быть подъехать первый водитель это очень удобно на карте по всему городу показываются эвакуаторы очень удобно что не надо долго ждать эвакуатор там час и так далее когда он там приедет с севера а тут просто ближайший эвакуатор который работает с этим приложением приезжает и забирает вас очень важно что тарификация по километрам приезжает именно тот эвик который может вас забрать то есть там учитывая клиренс и все такое оплата наличными также есть оплата по карточке тоже что супер удобно потому что обычно эвакуаторщиком по карточке их фиг заплатишь уже доступно в многих городах москве санкт-петербурге краснодарском крае в воронеже поэтому качайте приложение и проверяйте и все моим подписчикам по промокоду стилов скидка 333 рубля при оплате банковской карты это тоже важно это приятно когда есть скидончик я сейчас на самом деле по своему же промокоду уеду вот такая вышла интеграция очень интересная да в тему главное картакси скачивайте приехал мой эвакуатор вот он быстро приехал это хорошо потому что я даже еще не успел до конца собраться поставил сейчас задний бампер собрал все колеса сейчас мусор весь соберу мы приехали к кириллу я нацепил свой фонарик на кепку очень кстати удобно так будем сгружать машину за мной приехала ксюша спасибо ей огромное забрать я приехал в про гараж давно тут не был появилась инфа что ребят есть рычаг который мне нужно от 33 ская сейчас утром его посмотреть безумный склад ищем тут рычаги подбираем но пока безудачно тут даже нашелся мой рычаг который менял там год назад вот он погнутый взял у ксюши корсу сейчас еду во второе место это костя точная механика который на желтом дрифт при люди ездят он сказал что у него есть рычаги от 33 ская а мне они как раз нужны сожалению в про гараже мы рычагов не нашли нормальных ничего будем искать привет кость кости нашел мне два рычага вот они на самом деле они от 33 ская он прям точно уверяет но тут не хватает дырки подставки и надо будет сделать также сейчас надо будет отпилить ограничитель рычаги стоили 3000 принципе каждый рычаг по 1500 костя не продавал их по одному поэтому пришлось купить парой но принципе будет на прозапас один рычаг на другую сторону рычаги я хотел найти именно в питере без заморочек чтобы не ждать несколько дней чтобы машина была хоть на ходу я приехал в рок-стейшн тут коля он мне уже с утра подрихтовал сливу вообще суши шикарно практически как не было еще сказать езди аккуратно башбара сейчас смысла нет варить потому что зимой будет новый мотор соответственно новый конфиг по радиатору и по интеркулеру и сейчас нет смысла здесь что-то наваривать делать чтобы потом это переделывать сейчас легче всего вернуть в сток более-менее и уже докатать сезон к сожалению вот эта планочка под фарой которая держит фару и которая держит бампер она разломалась так что я уже не остановить особо поэтому тут надо будет что-то придумать и усилитель бампера тоже ведь коль его мне распрямил но он тоже конечно в плачевном состоянии мне руслан сейчас сказал что есть у него такой для меня раз быстро поменяем рычаг нижней попробуем во всем случае не лопнул у него просто лопнула краска вот тут мне показалось что он реально лопнула вот здесь поэтому стэшном все нормально он даже прямой вот что значит тэйн смотрите как завернула рычаг видите еще он должен быть прямой вот так вот самый прикол что мне сейчас даже не отбить молотком его чтобы выкрутить вот эти гайки сейчас придется не знаю распиливать наверное я даже снял кулак со стойки чтобы проверить вот эти вот крепления не погнулись ли они нету ли трещин также посмотреть на кулак нету ли на нем дефектов потому что после таких ударов надо проверять все вот узлы итогу сделали вот эту дырку для втулки стабилизатора сейчас померил вроде все подходит что вечер слива более-менее собрано самом деле вот поставили крыло и капот закрывается снял колесо чтобы его отвести к ребятам которые будут им заниматься ничего пугает сейчас очень большой стал развал на правой стороне а здесь слишком выпирает колесо то есть возможно подрамник сместился поэтому надо смотреть на подъемники все таки еду на сливе руль сайте почти прямо стоит но все равно ее тянет влево немножко конечно же надо делать развал схождения еще у меня дырка в одном пайпе я пока так скотчем заделал тоже менять отвез машину в лаки station вот она будет стоять тут я только отошел от машины мне уже донат накидали смотрите рассказываю почему слива отвез к семену как минимум ее надо поднять на подъемники и посмотреть насколько ровно ли подрамник потому что есть подозрение что подрамник сместился я сейчас приехал вилл доктор с вроде как диск забрали обещали сделать саму полку выправить и наварить кусочек потом это все шлифануть и заполировать я приехал в град моторс и тот стоит джига ждет меня самое время на ней катнуть парни покрасили мне пол белой краской которую я предварительно купил но краску я купил вонючую конечно она тут воняла несколько дней сейчас конечно поменьше воняет но все равно надеюсь выветрится также поменяли поддон поставили от классики теперь он не торчит итак я сейчас в гараже приехал влад на желтой сливе я ее кстати один раз уже на бирже видел она атма я давно хотел распрощаться со своим старым обвесом origin который весь раздолбанный это тренировочность прошлого года если кто помнит и вот подарил его влада потому что мне он не нужен а вот хочется не поэкспериментировать восстановить его частично и потрениться на нем и так судьбой сложилось что влад увидел что я ищу фару и у него как раз была фара вот мы с ним по торговались и я купил у него за десятку фара с ксеноном оригинальным правда у меня конечно вторая фара не ксенон но я что-нибудь решу то есть это здесь оригинальный ксенон именно стоит так то у меня просто китайский ксенон стоял а еще немножко руслана в моей машине смотрите это крепление под фары да они называются усы у сливоводов под фару они держат фару меня на разломалась со второй стороны тоже разломалась по моему и руслан так как он на башбаре ему они не нужны отдал мне свои они открашенные он сказал только не перекрашивай я не буду их перекрашивать сейчас вовсю катаюсь на жиге очень нравится на самом деле она очень жесткая она по дороге прям прыгает всем чиркает у меня уже гофра там развалилась по моему потому что я уже застревал на лежачих полицейских и просто облюки жестко на жиге ездить но весело небольшой любопытный факт что вот этот олдскульный марк он из сочи и как раз им владел тот самый рома который кай гонял со мной на таге который показывал мне местный дрифт я забрал машину семен ее продиагностировал на подъемнике посмотрел насколько ли прямой подрамник не ушел ли он никуда в итоге все хорошо также в принципе всю подъездку продиагностировал все шесты там и так далее как и было с прошлого года что 16 немножко люфтит но это как бы мелочи еще оказалось что немножко радиатор протерся от шланга масла кулера у него там уже небольшая дырочка и надо ее заваривать поэтому надо мне снимать радиатор и отвозить его там где их заваривают ну и поменяли силиконовый пайп под капотом который порвался чуть-чуть при столкновении в целом машина может сейчас надо сделать развал схождения у меня многие спрашивают почему ты не ставишь серёга тюнинные нижние рычаги передние вот ответ просто если у вас стоковый рычаг или стоковый разваренный рычаг то его очень просто найти у меня рычаги от skyline стоят 33 3 4 они на сантиметр длиннее чем рычаги от сильвии и в принципе с моим конфигом подвески все очень круто работает выбор от есть и все как бы нормально представляете я бы согнул какой-нибудь рычаг n1 тюнин или другой руть тюнин и рычаг передней они стоят все от 10 тысяч и по штучной не продаются а так в принципе 3 рубля два рычага бы уж на большинство клёво я приехал сейчас к факстоку тут игорь мы с ним долго говорили вообще о целесообразности восстановить вообще элементы именно капот и крыло и приняли решение что как вот я лучше закажу новый из москвы есть ребята которые делают вроде за пять дней обещали сам капот сделать ну плюс отправить по моему капоту конечно восстановить можно игорь сразу сказал что принципе можно сделать но у него есть реально много колхозных элементов такие как вот это вот это вот это вот эти вот все выемки плюс он расслоился вот так вот но крыло вы приняли решение все-таки сделать потому что таких крыльев вообще не найти это gpsport плюс 20 есть какие-то сейчас крылья в красноярске но с виду они вообще какие-то не очень ровные плюс у них есть вот тут такая выемка которая мне не всегда нравится так скажем то есть для меня идеал это вот такие крылья помимо восстановить вот этот уголок восстановить вот эту всю часть заделать это здесь надо еще нарастить арку до кусочек вот этот приделать и нарастить арку потому что видите она стерлась игорь сказал что справится я приехал сейчас на стояночку поставил сливу и взял жигу и сейчас поеду на лкм либо вот так вот сейчас выглядит так я ехал без крыла такой фронтенштейн чистый жига надо поменять кстати вон ту лампочку чтобы она была тоже белой доехал я до лкм тут пасмурно и все равно народ статьи есть кстати борина кушка в продаже прикиньте сколько на самом деле боря выставил ее за 2 миллиона 300 тысяч по моему у нее 24 тысячи пробег насколько я знаю и она еще даже на гарантии андрей продает тоже свой тигуан цена полтора миллиона ребята надеются конечно же продать их в сетапе не знаю получится это у них или нет потому что в сетапе все-таки продать сложнее это надо искать именно заинтересованного человека который хочет продолжить эту тему все я не знаю реально ли снять например эти лавки не испортив кузов нет конечно потому что у них везде дырки вот но в сетапе они смотрятся очень даже круто на самом деле если поставить сюда тигуан обычный и qrs3 обычно вместе с этими машинами сравнивать это будет в реально небо и земля то есть машины выглядят очень круто но опять же на любителя это вся тема вообще очень на любителя а